Сегодня в списке самых обсуждаемых тем в соцсетях оказалось творчество санитарных врачей Курской области. Местное управление Роспотребнадзора опубликовало памятку по борьбе с педикулезом, проще говоря, в ШАМе. Особого внимания документ вряд ли бы привлек, если бы не оригинальная причина распространения паразитов в наши дни, обнаруженная российскими специалистами. Оказалось, что виной всему прогресс и современные технологии. Мой коллега Роман Мамонов вчитался и удивился. Рома, так кто же виноват в росте числа вшивых детей? Да, Валера, привет! Ну, во-первых, никто, а что. По версии Курского управления Роспотребнадзора, распространению вшей способствует, и тут мы процитируем сайт ведомства, увлечение селфи-фотографией, при которой совместные съемки группы подростков или пары способствуют передаче паразитов при прикосновении головами, поскольку это основной путь передачи вшей. Конец цитаты. Для тех, кто, как и мы, опешил и не сразу поверил своим ушам, повторим. Причиной врачи называют увлечение... Селфи-фотографии. То есть автофотопортретов, сделанных с помощью мобильного телефона. Явление стало особенно популярным с появлением смартфонов вообще и айфонов в частности. Тут можно вообще далеко пойти с такой логической цепочкой. Ведь кто придумал айфоны и кто их производит? Верно. Во всем виноваты американцы и китайцы. Впрочем, надеюсь, Курское управление Роспотребнадзора совсем не хотело принимать участие в холодной войне. Кстати, справедливости ради скажем, что российские санитарные врачи не первые, кто пришел к таким выводам. В Курске, видимо, следят за работой своих зарубежных коллег. Еще в феврале этого года мировые СМИ раструбили новость. Американские ученые доказали, что селфи стали причиной нового роста числа случаев заражения в ШАМе. В качестве эксперта выступала врач-дерматолог из Калифорнии, заявившая, что в последние годы значительно выросло число обращений подростков с жалобами на вшей. По данным Американского центра по контролю и профилактике заболеваний, ежегодно от 6 до 12 миллионов детей становятся переносчиками вшей. Так что, как бы странно это ни звучало, даже в наш век прогресса и достижений проблема педикулеза актуальна даже для благополучных стран, вроде США. И тут бы, конечно, испугаться всем любителям делать селфи от Барака Обамы до российского премьера Дмитрия Медведева и голливудских кинозвезд, устроивших массовые селфи на Оскаре. К счастью, теперь уже не надо использовать керосин или дихлофоз или скипидаровое мыло, чтобы избавиться от вшей. Лекарство, обычно шампунь, продается в любой аптеке. Ну и, конечно, надо быть избирательным в том, с кем фотографироваться. Так что, вы еще делаете селфи или, как патриотично теперь говорят в России, себяшки, тогда мы ползем к вам. Валера. Спасибо, Рома. Это был мой коллега Роман Мамонов. Роман Мамонов.